Всем привет! У нас одиннадцатый день в игре Seven Days to Die, который мы начнем с того, что облутаем вот эти вот автоматы. Так, но деньги, деньги, деньги я выложил. Подождите-ка, подождите-ка. Вот он, контейнерок наш с деньгами. Их не так, чтобы много. Вот эти вот баночки я куплю. Так. И вот тот вот. Тоже надо посмотреть. Но здесь у нас не так, чтобы много всего. Горошек вот этот дешевый, можно его взять. Теперь, к сожалению, придется оббегать это все. Тут еще и заперто. А как я выходил? А я выходил вот здесь, вот пробивал, да? Ну, я предлагаю выломать вот здесь вот. Осталось немножко прочности. Это, конечно, ослабит нашу, так сказать, оборону. Но пусть. А то не нужно будет ломать свои блоки каждый раз. Сейчас мы немножко забежим. Я сделаю то, что мне писали в комментариях. А именно. Именно. У меня вот здесь пятый мушкетон. Который я заменю. Даже два пятых. Единственное, что вот это, конечно, пойдет на продажу у нас. В итоге. Вот это вот все пойдет в итоге на продажу. Так. Пятый лук. Ну, пусть пока будет. Мачете. Остальную кувалду я точно не буду делать. Это я не буду делать. Это, пожалуй, возможно. Возможно, мне придется делать. Дробовик. Это пусть остается. Сейчас немножко наведу суету. Вот это у нас все идет сюда. Так. Так, это у нас лекарство. Вот сюда еда. Модификацию вот туда тоже надо выложить. Вот сюда вот. Так. Так. Что еще мне не нужно? Я хотел сделать... Что я хотел сделать? Химлабораторию я хотел сделать. Три кастрюли. Угу. Кастрюли. Три кастрюли. Кстати, нам нужно уже задуматься о том, чтобы начать крафтить пули. Здесь нужно свинец. А патроны мы делаем, по-моему, верстакем. Вот. Кастрюли. Нужно три штуки. Но три штуки мы не сделаем. Мало у меня железа, к сожалению. Вот. Пока одна пусть будет. Так. Это все мы выкладываем, конечно же. Так. Ну и вроде бы мы готовы выдвигаться. Вот эти блоки мне не понадобятся. Так. Стройка, стройка у нас где? Вот это, по-моему, да. Вот так. И еще несколько нужно... Нужно вот этих вот блоков. Я думаю, штук 20. Пусть будет. Они всегда нужны. Чиним молоток. Чиним лопату. И у нас есть задание здесь неподалеку. Нам нужно его выполнить. Здесь у нас гости. Гостям мы всегда рады, конечно же. Так. И надо проверить теорию мою насчет зачистки локации при обновлении квестом. Сейчас мы этим и займемся. Хорошо, что я не забыл об этом. Где-то здесь у нас задание. По-моему, вот этот дом. Нет? Нет, вот. Соседний. Соседний дом. Во-первых, мы лутаем здесь. О! Две книжки аж. Попадать чаще. Это хорошо. И... Надлежащий уход. Это просто прекрасно. Очень полезный ящичек. И мы вот здесь разместим, пожалуй... Так, тут никого нет. Просто разместим пару блоков. Посмотрим, что с ними будет. Да, они пропадают, друзья. Так что при взятии заданий нужно внимательно отслеживать, чтобы не попалась наша пожарная станция. Конечно, логично было бы сделать так, чтобы те места, где у нас установлен вот этот блок притязания на землю, они не попадались в заданиях. Но гарантировать это нельзя. Так, вот этот вот нас найдет или нет, интересно? Товарищ. Как я умудрился промазать, а? Пусть подходит. Так, отлично. Значит, нам нужно зачистить область. То есть убить здесь всех. Всех абсолютно так. Коробочка пустая, к сожалению. Это дверь наружу. Мы ее закроем. Так, а вот здесь вот может быть засада. Но нет. Как так? Все пусто, а? Возьмем эту штуку. Пока у нас есть место. Подсветим себе. Четвертый молоток. А вот это обязательно заберем. Для нашей кузницы. Баночки тоже полезная тема. И, пожалуй, я разберу вот эту машину. Все-таки механические части, пружинки, все это нам очень нужно. Масло тоже идет. Это, конечно, захламляет наш инвентарь довольно сильно. Вот это мне, пожалуй, не понадобится. Но все эти вещи полезные. Единственное, что, пожалуй, стоит выложить кое-что. А именно, вот это вот добро. Вряд ли мы здесь еще такое же найдем. Также вот это вот все. Пусть оно будет там. Вот интересно, еще можно ли разобрать эту лампочку. Но уже давайте не будем отвлекаться. А давайте отправимся зачищать. Вот здесь вот наверняка сидит дружочек какой-нибудь. Нет, смотрите-ка. Даже никто не сидит. И здесь никого нет. Пока все, берем тряпки тоже. Это полезный ресурс. Вода, это, ну, не знаю. Вода, пожалуй, нет. Брать ее не стоит. Стекло тоже нам может пригодиться. Воду я выкину. Воды у нас пока хватает. Если что, мы можем всегда ее набрать. Что, и здесь никого? Ну, надо же. Так, это пусто. Здесь везде пусто. Давайте вот здесь залутаем шкафой. А вот с этой лампы, скорее всего, электрические части идут. Мерный стакан. Кстати, нам нужен был на крафт как раз таки химлабораторию. Да, электрические части. Кто-то меня слышит, очевидно. Давайте вот так закроем, чтобы не пришли внезапно с улицы. Ага. Так. Какой-то проход вниз. И мне кажется, что здесь, вот, вот в этом месте нас ждет ловушка. Вот эти блоки осыпаются вниз. Потому что вот эта лестница вниз явно не просто так здесь. Да, смотрите. Вон там какая-то яма. Так. Как бы нам избежать этой ловушки технично. Что тут можно залутать? Печка. Ну, кстати, смотрите. На ловца и зверь, как говорится, бежит. Очень удачно мы сюда зашли. Очень-очень удачно. Так. Ну, разбирать я здесь ничего не буду. Я слышал. Я слышал, друзья, к нам кто-то идет. Или даже уже пришел. Ну, вон ту я не мог слышать. Хотя надо ее тоже устранить. В любом случае. И она не сдохла. Пятый, блин, калаш. И она даже не сдохла. Интересно, она меня видит? Или просто бежит? Ну, уже мы не узнаем этого. Ну, не ее я слышал. Давайте обойдем периметр. Все-таки, мне кажется, сюрпризы нам не нужны. Может, заяц какой-нибудь пробегал. Ладно, идем. Думаю, что прятаться здесь смысла нет. Если нас до сих пор вот эти ребята не услышали, то у них какой-то скрипт, значит, не сработал. Так, это мы уже осмотрели. Кофе-машина. Пока берем. Это берем. Все берем. Все берем. Все пригодится. Так, 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 так. Теперь давайте обходить. Тихо. Тихо. Кожа. Так, вот это честные блоки. Нормальные. А вот это уже ловушка. Видите, вот они. Да, смотрите, их вообще ничто не беспокоит. Ну, ее, точнее, она здесь одна. Я думаю, что можно вот так вот сделать. Отлично. Отлично. Забираем. Ну, такой себе лут. Прямо скажем, небогатый. Совсем небогатый. Нам нужен на второй этаж. Вниз мы тоже потом сходим, но уже под конец. Так, вот. Вроде никого. Но двери закрыты. О, о, о. Пролаг. Был пролаг. А, нет, смотрите, стоит. Красавица. А чего они стоят-то? Вообще все стоят. Смотрите, этот тоже стоит. Хотя у меня видимость показывает 100. То есть они меня должны были все вообще услышать. Весь дом должен был проснуться. Но нет. И даже это стоит, смотрите. Отлично. Прекрасный удар. Не знаю, чем объяснить их. Вот такую вот тупость, глухоту, слепоту. Не знаю. Давайте зачистим. Ага, кто-то все-таки... Кто-то все-таки нашелся. Смелый. Боржий. Так, а тут что? Никого. Так, вот это вот надо разделать. И кровать вот эту можно тоже разобрать. С нее вроде бы пружинки. Да, пружинки идут. И у нас перегруз, друзья. Давайте выкинем вот это вот добро. Вот это вот можно смело выбить. Выпить. Точнее. Это так. Это вот так. И в принципе нормально. Что у нас здесь? Вторая дубина. Нет, спасибо. Нычек нету. Здесь. И здесь нету. Так, вот еще у нас комнатка. Тут одинокая подруга. Если бы мы всех их сагрили одномоментно, нам бы, конечно, не поздоровилось. Там кто-то спит. Очевидно, нам... Нами не интересуются, точнее. И это хорошо. Это дает нам возможность полутаться как следует. Пластик. Тряпки. Так, стекло. Ну и кроватку надо тоже разобрать. Нам предстоит много чего крафтить. Электрика тоже нам будет нужна. Я все-таки планирую попробовать посмотреть на турели. А с этой лампы. А с этой лампой тоже электрика. Так, это честные блоки. Это хорошо. Проснулся. Проснулась, точнее. Не так, чтобы мне было страшно. Так, так, так. Что у нас тут? Тут ничего. И ход наверх. Это прекрасно. Наверх мы обязательно сходим. Фонарь я, наверное, не вижу смысла брать. То есть он дешевый. А у нас перегруз. Тряпочки забираем. И кроватку тоже разберем. Лампу, естественно. Электрика у нас сейчас будет в большом дефиците, я думаю. Так, о, сейф. Друзья, сейф. Это интересно. То есть мы почти все, что можно из этого дома вынести, наверное, вынесем. Так, вот здесь я еще не заутал. Так, это у нас тряпочки. Нет, воды я брать не буду. Давайте сюда зайдем. Здесь вроде бы больше никого не должно быть. Кроме этих двоих. Слепо-глухонемых зомбачков. Электрика. И стройматериалы здесь. Также нужно обязательно забрать. И там я вижу уже проход. Я перегружен. Ну, всего на один, так сказать, пункт. И здесь у нас, что ли, главный лут лежит? Нет, не должно быть. Не должно быть. Ну, на продажу. Пожалуй. Пожалуй, на продажу. Кофе. Кофе надо взять. Давайте посмотрим, что там за стеной. Так, это ход на улицу. Нам туда пока не надо. Значит, на крышу ведет та лесенка. И, скорее всего, топовый лут именно там нас ждет. Так, это добро у нас заряжено. Хорошо. За спиной никто не стоит. Хорошо. Ну, конечно же, это не все. Да, вот он топовый лут. Сможем мы залезть, не разбивая. Видимо, нет. Давайте лутаться. Но это не все зомбаки. Видим, задание не выполнено. Значит, нам в подвал таким нужно обязательно. Думал, может быть, забить. Но нет. У нас, кстати, мало места для топового лута, как обычно. Ну, попробуем. Блин, 300. 300 прочности. Я думаю, лучше здесь кирочкой. Ну, такое. Так. Первым делом нужно разломать ящик, а потом мы съедим. Забрал я. Вот там, да. Дрожжа удачи. Мы сожрем это дрожжа удачи и попробуем залутать здесь все вот эти контейнеры. И потом, так же, пока действуют дрожжи, я добегу до сейфа. Жрем дрожжи. И смотрим. Так, ремонтные комплекты уже хорошо. Патроны. Главный ящик. Шестой. Шестой, друзья. Мушкетон. Пока все берем. Перегруз, конечно, дичайший, но... Хотя зачем мне вот это вот добро? Шестая дубина, кстати говоря. Пока просто я вот так ее возьму. Шестое копье. Каменное, правда. Так. Так, так. Это можно сразу оприходовать. Витамины эти тоже я выкину. Пожалуй. Давайте сожрем консервы. Освободим место. Так. Вот у нас уже есть место. Так, и вот этот еще. Ну, железное копье. Я не помню, какого уровня у меня то копье, которое мы с вами крафтили перед Ордой. Поэтому я пока возьму. И сейф. Где-то здесь я видел. Вот он, сейф. Так, так, так. А штуковина это для сейфов у меня где? Правильно, я ее не взял. А отмычек у меня, друзья, 12. Давайте пробовать. У нас есть 3 минуты, пока действует баф на удачу. Сломаем несколько отмычек. Ну, 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 ну. Отлично. С первой отмычки. Ну, патроны тоже неплохо. Ну, и теперь нам нужно спускаться вниз. В под... Да, здесь я был. Нам нужно в подвал. Что, неужели никого нет? А, нет, вот он. Смотрите, как он заспаунился. Интересно. Как он интересно заспаунился. Прямо у меня... Прямо у меня... Как бы не было здесь опять медведя. Давайте-ка мы сделаем вот так вот. Даже, наверное, я возьму автомат. Медведя нет. Но есть рюкзачок. Да, вот она, эта ловушка. Как раз ведет сюда вот водоем и выход через лестницу. Мы промокли. Можем сейчас замерзнуть. Так, но это ничего мне не надо. Разделаем трупик. И разделаем вот эту лампу. Хорошо. Выходим. Странное, конечно, здесь поведение воды. Как-то она не на всех блоках. У нас, кстати, есть, по идее, пустые банки. Давайте-ка их наберем. Да, это грязная вода, от которой я отказывался. Это, конечно, парадокс такой. В моем стиле. Но ничего не поделаешь. Таков я. Все. Получается, нам нужно поговорить с торговцем. Локацию эту мы зачистили. Дичайший перегруз. Курица. Курица, друзья. Блин, на курицу патроны тратить? Это, конечно, такое. Но нам нужно мясо, которое нам некуда особо складировать. Никого вроде нет. Так, перья сразу я выбрасываю. Выложим. Так. Так. И... А, вот же, вот же взломщик-то этот. Блин. Ну, что сказать. Как всегда. Все как всегда. Поехали. Ну, нам повезло, в общем-то, что сейф открылся с одной отмычки. Так, лаги. Лаги все равно продолжаются, друзья. Видимо, это работа самой игры. То есть, не вина компьютера, как такового, железа, либо не следствие записи. А именно, так ведет себя игра. Первым делом сюда. Здесь у нас... Баночка вот эта. Возьмем. Вот это вот возьмем. Ну, как раз вот у нас денег впритык. Идем сдаваться. Место есть. Третья бита. Кожаные перчатки и альманах пожарного. По сгоревшему лесу. Так. Урон углев, по сгоревшему дереву. Ну... Разве что для коллекции. Перчатки стоят 172, бита 240. Либо биту взять на продажу. Давайте возьмем биту на продажу. Следующее задание. Вот. 200 метров. А это вообще, смотрите, 2 километра. Мы возьмем... Сейчас поближе. И поторгуем. Я продам ему вот это вот добро. Части дробовика. Продам. Бита где-то была. Вот эту биту продам. Хотя, по-хорошему, нужно, конечно, продавать с модификациями. 176. Вот это имеет смысл починить перед продажей. И теперь стоит 344. Соответственно, продаем. Итого у нас уже 2200. Дубина наша не для продажи. Тогда я сниму с ней модификации и просто разломаю. Так, так, так. Больше нам особо продавать ему нечего. Смотрим, что можно купить. Ну, он еще не обновлялся, по идее. Но я все равно посмотрю. Везучий искатель. Смотрите, 1000. Находите больше медикаментов. Так, это у нас... Стальные стрелы и болты. Не думаю, что я буду этим заниматься. Схема композитного лука. Так. А нужно ли она нам? За 1600 тем более пистолет. Гаечный ключ четвертый у нас есть. Модификация колонн. 15% дереву. Давайте возьмем. У нас есть тут место, кстати говоря. Да, у нас есть одно место. Возьмем эту модификацию колонн. Так. Наковальня нам не нужна. Рецепт хлопка нам не надо. Химлаборатория, смотрите, 8000. Готовая. Пули. Пули я возьму. Гильзы. Я возьму. Так, там походу Орда пришла, друзья. Патроны 7,62. Я также у него возьму. Вот и все деньги, собственно говоря. Да, это Орда. У меня, блин, перегрузит. Вон их сколько, смотрите. Блин, я не зарядил. Вот дау на кусок. Кучнее становимся. Кучнее, ребятки. Блин, они еще с боков заходят. Халявный опыт. Что, у нас там вроде как уровень был, пока мы зачищали здание. Ну, сейчас мы на уровень не наберем. Скорее всего. Можно было задействовать, конечно, нашу оборону, но почему бы не пострелять? Тем более, что этих патронов у нас до хрена. Ну, вот и все. Ты остался последний. Бедолага. Отлично. Отлично. Никто тут не заплутал случайно? Вроде нет. Так, ну и задание у нас в той стороне. Но нам надо разгрузиться. Поэтому я сейчас лечу домой. Время у нас, в принципе, есть. Но если что, я думаю, что можно и ночью прошвырнуться будет. С нашим-то калашом. Все возможности у нас для этого есть. День, правда, 11-й уже. Надо уже как-то думать насчет Орды следующей. Потихонечку начинать думать. Но я склонен все-таки думать о том, чтобы пересидеть ее в нашем вот этом вот укреплении, которое я построил. Не на базе. База, во-первых, не готова и, наверное, не будет готова. Во-вторых, ну, не хочу я, короче говоря. Я думаю, что прежде чем нам задействовать эту базу в качестве укрепления именно для Орды, мало того, что нужно там построить довольно много всего, во-вторых, нужно научиться делать пули, чтобы у нас был запас патронов хороший. В идеале, конечно, нужен дробаш. Почему-то я выключил лампу. Так. Запчасти сюда. Это сюда. Так. Давайте переставим модификации. У нас тут единственная модификация. А здесь уже можно вставить аж 4 модификации. Так. И вот сюда вот вставляем колонн. Подрывник. Так. Каменные. Ну, это пусть будет здесь. Так. Так, 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 так. Дальше смотрим. Это сюда. Копье. Кстати, надо посмотреть, какого уровня у меня копье. Второго тоже. Ну, соответственно, в принципе, я думаю, что даже можно, знаете, переплавить его. Оно же железное. По идее, оно должно давать железо. Да. Правда, плавится черт знает сколько. Ну, да ладно. Лишние патроны у меня образовались. Сюда их. Это можно сожрать. Еда. Так. Ну и все, получается, да? Копье это нам сейчас не нужно. Это мы ломаем. Это мы ломаем. Копье сюда. Это сюда. Как-то так. И из велосипеда нужно достать еще барахло. Блин, уже 5 часов. Ничего особенного не сделал. Залутал один домик. Так, 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 так. Не путаемся в трех соснах. Так. Это сюда. Это вот сюда. Здесь у нас стройка. Это тоже сюда. Все. Я готов идти по заданию. Отсюда 500 метров нам чесать. Ну и пока мы едем, я в очередной раз, пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех зрителей и подписчиков за то, что вы проявляете интерес к этому выживанию, за ваши комментарии, подсказки, которые, как видите, не лишние совершенно. Туплю я часто. Вот. Ну и попросите, естественно, подписываться. Я хотел бы все-таки видеть цифру в 10 тысяч подписчиков. хотя бы на время. Пока что я вижу только отписки. И вообще, я, кстати, я вот озадачился этим вопросом, посмотрел статистику и понял, что именно в процентном соотношении среди всех зрителей подписчики составляют, наверное, процентов 30. Ну, там зависит, конечно, от того, какой ролик, но меньшая часть. Я посмотрел самые часто просматриваемые, самые популярные ролики. И вот там соотношение такое. Меньшая часть зрителей являются подписчиками. Не знаю, почему, по какой причине. Мне кажется, это удобно. Ты подписался на канал, тебе как бы в ленте приходят ну, не уведомления, а в ленте ты видишь новые ролики, которые выходят. Ага. Ну, вот я уже вижу. Так. Не смог он захватить меня врасплох. Как не пытался. Давайте так же все собираем, весь этот хлам. Все это так или иначе используется для крафта, кроме вот этого. Ну, может быть, и оно тоже используется, но я, наверное, не буду использовать. Так. Масло это очень полезно. Вот здесь заначка. Вы смотрите. кувалду я тут на слом. Шестого качества броня. А у меня четвертого. Естественно, мы сразу же переодеваемся. Сразу же. Так. Вот. Вот. Что тут еще можно. Кстати, вот из батарей, вот из этих радиаторов, насколько я знаю, можно добыть трубки. Если ломать их гаечным ключом. Ну, сейчас он почему-то называется гаечный, а вообще это, по идее, разводной ключ. А, не трубки. Че я наврал-то? Радиатор вот этот. Он латунный. Латунь нам пригодится, поскольку мы собираемся крафтить патроны. Наверное, знаете, я сделаю вот так вот, чтобы к нам случайно никто-нибудь не забрел. по крайней мере так, в наглую. Ага. Где они? Кажется, они наверху где-то. Да, здесь чердак, видимо, есть. И вот они все и возбудились там на чердаке. давайте мы их вот так вот отоварим, пойдем не по плану. так, тут у вас всего двое. Видимо. тем более, что мы все равно близко от этого места были. Так, ну, кто-то вот верещит, но кто и где, я не могу понять. Здесь никого. Так, вот там, по-моему, кто-то стоит. Нет, показалось. но раз уж мы забрались на эту крышу, давайте здесь и полутаемся. Там я вижу заначку. Вот здесь вот. Единственное, что к нам могут здесь проникнуть. Мне не нравятся вот эти звуки. это может быть снаружи кто-то пришел. Так, а это вообще выход куда-то. Ладно, хрен с ними. Пусть они там долбятся, если где-то прямо вот, вот. вот он. Как ты сюда вылез, а? Свалился. Ага, это пришли, видите? Это пришли левые товарищи. Совсем левые, которых нам тут не нужно. Все. Продолжаем, короче говоря. Давайте по плану пойдем. Здесь вот я еще не залутал. Нам не надо. Время между тем уже почти восемь. Еще один котелок, слушайте, когда он уже не нужен, начинает попадаться. Пока что все берем. Все берем. Ага, смотрите, вот он сидит. Блин. Так. Оттуда выйдут? Или нет? видимо нет. Патроны. Хочу дробаш. Короче говоря, калаш, конечно, прикольный, но дробаш, мне кажется, лучше. По крайней мере, по урону так точно должен быть лучше. латунь. Ну, давайте возьмем. Конечно, мы перегружены. Опять какие-то шаги я слышу. Книжки. А вот и рецепт, кстати, но это двустволка. Это не совсем то, что я хотел. Двустволку я, наверное, не буду делать. По улице кто-то ходит. Так, ну, давайте ковырять вот это вот добро. А нам вообще нужно найти припасы. Я что-то забыл о задании тут. Лутаюсь, лутаюсь. Давайте радиатор тоже сковырнем. Кто-то где-то проснулся. Прямо за стеной. в дверь не хотят ломиться. Вот здесь вот они где-то. А шаги это скорее всего на улице. Готов. Ну и там, значит, повылазили из своих укрытий. Или они там что-то ломают. Не хочу в тылу оставлять. Возможно, это вообще на улице. Так, давайте посмотрим. время так вечеру, блин. Как не люблю я, когда вот приходят со стороны и начинают ломиться в дом. так, ну, ох, он меня задел. Ты посмотри, какой, какой борзый. Ага. но это не все. Или все. но это вот он ломился, значит. Продолжаем. Нет, мы продолжаем. Несмотря на все помехи, я думаю, что стоит наверх залезть. Здесь мы уже зачистили. Надо только собрать лут. Ну и вот это все тоже я буду колупать. Разбирать. Давайте вот так сделаем. Чтобы вам по ушам не било. Но это уже мы будем делать в ночной серии. Дневную серию, пожалуй, на этом закончим. Спасибо вам за внимание и до встречи. субтитры сделал DimaTorzok.